Здравствуйте! Сегодня в рамках цикла лекций об античном искусстве мы поговорим о, пожалуй, самом излюбленном и популярном. Это искусство классической Греции, которое охватывает период времени с 5 по 4 века до нашей эры. И еще немного я захвачу, конечно, эллинистический период, так как почему-то многие люди считают произведения этого периода классическими, хотя это не так, они были сделаны намного позже. Периоды получаются достаточно большие, время охватывает несколько веков, произведений много, имен много, и в рамках моей лекции будут выделены только самые сливки, звезды, можно сказать, суперстар древнегреческого искусства. И основной акцент будет также сделан именно на скульптуре, потому что в ней нашло свое воплощение тот идеал человека, который был в сердцах и умах древних греков. Но начнем с небольшой исторической справки. Суровым историческим испытанием для греческого народа стали войны с могущественной Персией. Персы требовали от греков земли и воды, то есть признания верховной власти персидского царя. Грозная опасность платила греческие города под руководством Афин в борьбе за свободу и независимость. В ходе греко-персидских войн сложился морской союз греческих городов, и первенство в нем принадлежало Афинам. Что касается духовной жизни Афин, то утверждение демократического строя совпадает с расцветом греческого театра и творчеством Исхила, Софокла и Еврипида, произведения которых вошли в сокровищницу мировой литературы. Часто герой трагедии погибал, но он внушал зрителям чувство гордости и веру в способность человека противостоять грозным и неумолимым силам судьбы. Он стремился сокрушить препятствия, мешающие свободному развитию его личности, и эта борьба вызывала у зрителей восхищение. Трагический герой был образцом для греков, утверждая в них чувство человеческого достоинства, высокий этические ценности гражданина. И это, конечно же, нашло такое чувство свое воплощения и в скульптурах. Но предлагаю в хронологическом порядке ознакомиться с наиболее выдающимися произведениями скульптуры. Одним из ведущих мастеров греческой классики был Мирон. Судя по отзывам античных свидетелей, этот скульптор хотел придать в образе максимальное напряжение как физическое, так и духовное. Например, в одной из своих бронзовых статуй он изобразил атлета, который умер, добравшись до победы, пересекая финишную прямую. Его пальцы ног отрывались от земли так, что слова казалось, как будто бы душа рвалась в это время из его тела. Пластическую концепцию Мирона позволяет представить его дискобол. Статуя была бронзовая, как большинство атлетических скульптур строгого стиля, но не сохранилась до наших дней. Однако есть реплика этой статуи в более поздних римских мраморных копиях. Новаторство скульптора заключалось в том, что он одним из первых мастеров греческого искусства сумел передать скульптуре ощущение движения. В позе как бы слито несколько последовательных действий. Размах, мгновенная остановка перед броском и намек на сам бросок. Правдивое впечатление движения складывается благодаря единству простых и легко воспринимаемых жестов, которые передают различные моменты реально движущейся фигуры. Дискобол передает огромное внутреннее напряжение, которое сдержано внешними формами скульптуры, упругими замкнутыми линиями, очерчивающими ее силуэт. Фигура воспринимается с одной стороны замкнута, с другой как бы открыто. Рука с диском прорывает пространство, но не перед фигурой, как это было у греков, а за спиной, и это уникальный момент в скульптуре. Однако эта чрезвычайно смелая и оригинальная фигура с ярким идеальным пространством, вторгающаяся в окружающий мир углом и предполагающая моментальную смену диспозиции, выстроена с ориентацией на фронтальную точку зрения. А пример настоящей круглой скульптуры можно увидеть в работе поликлета Дерифор, что переводится как копьеносец. Неважно, с какой стороны смотреть на статуи, фронтально, сбоку или в три четверти, она будет оставаться одинаково прекрасной, тектоничной и уравновешенной. Поликлет стремился найти идеальные пропорции, на основе которых может быть построено человеческое тело в скульптуре. Он математически точно рассчитал размеры всех частей тела и их соотношения между собой. За единицу измерения он принял рост человека. Так, по отношению к росту, голова составляла одну седьмую часть, лицо и кисть руки одну десятую и так далее. Скульптор написал теоретический трактат под названием «Канон», где изложил свои мысли о наиболее гармоничных пропорциях человеческой фигуры. Перед нами могучий обнаженный атлет, который изображен в спокойной и величественной позе. Кажется, что юноша только шагнул вперед и остановился. Скованность и условную неподвижность скульптор сумел преодолеть благодаря системе равновесия частей тела. Приподнятому правому бедру соответствует опущенное правое плечо и наоборот, опущенному левому бедру приподнятое левое плечо. Такое зеркально-симметричное расположение сил назвали хиазмом от греческой буквы хи. Ноги несут тело с такой убедительностью, какой не удавалось достичь раньше. Правая опорная нога подогнута внутрь, так что ее абрис скруглен, а левая свободная отставлена назад и опирается о землю кончиками пальцев. Этот прием создает впечатление, что юноша словно бы шагает. Расцвет Афин приходится на пятый век до нашей эры и непосредственно связан с деятельностью Перикла, умного и толкового государственного деятеля, который пользовался среди народа непоколебимым авторитетом и уважением. Но его главные заслуги были не в применении силы, а в умении убеждать. Он был блестящим оратором, настолько, что его один соперник рассказывал, если бы они вдруг с Периклом, например, состязались в борьбе и соперник бы повалил Перикл на землю, то тому удалось бы только словами убедить всех присутствующих в том, что именно он выиграл Перикл. Именно нашему дорогому государственному деятелю принадлежала идея перенести казну Афинского морского союза в Афины. Денежные средства, которые собирались со всех участников этого морского союза, Перикл решил потратить на строительство знаменитого Афинского акрополя. Он вынес это предложение на обсуждение с народом, проживающим в Афинах, на реконструкцию и, пользуясь поддержкой своих горожан, приступил к строительству этого великолепного архитектурного ансамбля. Нет такой точки зрения, откуда можно было бы охватить одним взглядом все великолепие храмов Акрополя. Только поднимаясь на вершину холма, зритель постепенно открывал для себя все их богатство и многообразие. Думаю, что такую последовательную смену впечатлений создатели ансамбля, конечно же, имели в самом начале, когда разрабатывали все эти постройки. Парадный вход на Акрополь – пропилеи. Представляют собой два дорических портика, один из которых обращен в сторону города, а другой – к вершине Акрополя. Портики были украшены фронтонами, а их потолки квадратными углублениями, так называемыми кессонами, которые в древности были расписаны золотыми звездами по синему небу. Центральный вход, предназначенный для процессии, в обычное время был закрыт бронзовыми воротами. Слева к портику пропилеи примыкала пинакотека. Это такая галерея, как можно было бы сейчас сказать, где были выставлены пинаки – небольшие живописные изображения на дереве. Справа расположен храм Афины-победительницы, Афины Ники. По свидетельству одного из древних авторов, внутри храма находилась деревянная статуя богини Ники Аптерос, то есть бескрылой. Это удивительно, потому как обычно греки представляли ее крылатой, но думаю, что здесь им показалось уместным лишить ее крыльев, чтобы она никогда не покидала этот город. К сожалению, как и у большинства других постройок Акрополя, у пропилеи была такая трагическая судьба. В конце XVII века турки, захватившие Грецию, разобрали здания, используя мраморные блоки для сооружения укреплений. И лишь в XIX веке, после освобождения страны, сооружение было сложено заново. Центральное место в композиции Акрополя занимает храм Афины-девы Парфенон. По своему плану, это дорический периптер, окруженный 46 колоннами. Однако архитектура храма обогащена элементами ионического ордера. На фасаде вместо шести поставлены портики восьмиколонные. Сами колонны стали более стройными. Для украшения использован ионический фриз, сплошной лентой, проходящий за колоннами по стене храма. Залитые солнечным светом, его мраморные колонны имеют теплый коричневато-золотистый оттенок, а на закате, когда солнце погружается в голубоватую дымку, на мрамор ложатся серовато-голубые тени. Впечатление безупречной красоты Парфенона возникает благодаря ясному чувству меры и гармонии, которые проявляются во всем облике храма. Главной причиной той легкости и гибкости, которая присуща Парфенону, являются так называемые курватуры. В здании нет ни одной действительно прямой линии. Ну, так, например, верхняя плоскость телобата слегка изгибается вниз к краям, колонны наклонены внутрь, а угловые колонны по диагонали. Парфенон построен с учетом особенностей человеческого зрения. Совершенные пропорции храма, прекрасная соразмерность всех его частей и точный расчет масштабов здания по отношению к холму Акрополя, делают его шедевром греческого зодчества. Созерцание храма рождает в душе зрителя чувство глубокого восхищения. Однако Парфенон тоже ждала трагическая судьба. В первые столетия средневековья храм был превращен в христианскую церковь, были сбиты многие скульптуры Метоп. Затем Грецию захватили турки. В 1687 году при осаде Акрополя венецианцами снаряд попал в Парфенон, который турки использовали как пороховой склад. Взрыв уничтожил крышу здания, часть его колоннады, внутренние помещения, многие статуи фронтонов. Венецианцы попытались снять центральную группу западного фасада и разбили ее. А в начале 19 века почти все оставшиеся статуи восточного и западного фронтонов, Метопы и большинство плит Фриза увезли англичане. Последнее сооружение, завершившее архитектурный ансамбль Акрополя – это Эрехтейон, небольшой храм ионического типа, посвященный Афине и Посейдону. Храм этот был построен на месте, где, согласно мифам, некогда произошел спор между Афиной и Посейдоном, главная сущность которого заключалась в том, что они хотели выяснить, кто же из них важнее. Для этого каждый предоставил греческому народу какой-то свой дар. Так Посейдон, ударив трезубцем о землю, добился соляного источника, который начал бить из этой расщелины. Греки посмотрели на это дело и сказали, зачем им еще соленая вода в этой такой безжизненной, в общем-то, скалистые области. А вот Афина подарила оливковое дерево, и, конечно же, греки выбрали ее главный, богиней своего города. Особенность храма – это совершенно необычная планировка и асимметричное расположение помещений. Умело использовав неровности почвы, строители искусно подчинили композицию храма окружающему рельефу. К зданию примыкают три различных портика, на одном из них крышу несут скульптурные изображения девушек, так называемые креатиды. По контрасту с гордым величием Парфенона, Эрехтеион радует глаз своей живописностью и декоративным изяществом. Но, более того, помня миф о споре, в Афины с Посейдоном в полу храма было сделано отверстие, через которое показывали след на скале, оставленный трезубцем Посейдона. А перед храмом росла та самая священная маслина. К сожалению, Эрехтеон не сохранился в первоначальном виде. Он был сильно перестроен внутри уже в первом веке до нашей эры. Затем, после ряда перестроек, еще и в византийское время. А в 1687 году венецианские войска нанесли Эрехтеону огромный ущерб. Но я предлагаю вернуться снова к Парфенону для того, чтобы изучить его скульптурное убранство. В древности на фронтонах Парфенона было около 50 статуй. До наших дней дошли в обломках лишь 11. Фигуры на восточном фронтоне сохранились лучше, чем на западном. Центральное место на восточном фронтоне занимала ныне утраченная сцена, изображавшая рождение Афины из главы Зевса. Так, Зевс на троне слева от зрителей, а Афина уже выскочила из его головы взрослой девой в полном вооружении. Вот она справа. По бокам от них располагались статуи богов и богинь, присутствующих при этом в великом событии. Боги восточного фронтона, а здесь показаны только они, предстают в состоянии акме, высочайшего расцвета духовных и физических сил. У них полные гармоничные формы, плавные уверенные жесты. В левом углу фронтона сохранилось изображение бога солнца Гелиоса. Он поднимается на небо на колеснице, и над волнами моря показались головы его коней, жадно вдыхающих воздух широко раскрытыми ноздрями. На встречу Гелиосу обращает свой взор прекрасный обнаженный юноша, бог Дионис. Он полулежит на скале, расстелив звериную шкуру в естественной и непринужденной позе. Блики света и тени, скользящие по его телу, подчеркивают крепкую лепку его атлетической фигуры. Живая игра мускулов создает ощущение пробуждающейся энергии. Рядом с Дионисом две сидящие богини, Диметра и ее дочь Кора. Они сидят в вольных позах, раздвинув колени, между которыми провисают складки пышных одежд. Одна из них устремляет руку вперед, к Эриде, несущей весть о рождении Афины во все уголки Олимпа. Другая обнимает ее, положив руку на плечо. Они словно дышат полной грудью, широко и плавно. Их жизненный тонус светлый и радостный. Необычайной свободой и грацией привлекают статуи сидящих богинь в правой части фронтона. Одна сидит, повернувшись к центру фронтона с широко разведенными коленями и красивейшими складками между ног. А две другие, и это можно сказать новое слово в скульптурной группе. Одна из них тоже сидит, а другая возлежит на ее коленях. Причем сидящая склоняется к Деве, а возлежащая рукой опирается о ее ноги. Здесь чувствуются очень близкие отношения, как у матери с дочерью, отчего их еще называют Дионой и Афродитой. Необычайная свобода поведения, необычайная естественность. Длинные одежды и шерстяной ткани струятся мягкими полупрозрачными складками, сквозь которые чувствуется пластическая красота здорового тела. Все скульптурное убранство Папорфенона разрабатывалось под чутким руководством Фидия, которого Перикл специально пригласил для создания произведения Афинского Акрополя. Творения Фидия воспитывали общественные сознания граждан в той же мере, что и трагический театр. С искусством греческой трагедии сближает скульптурное изображение Папорфенона вера во всемогущество человека, которой проникнуты сцены на метопах, изображающих схватку греков с кентаврами. Выполненные в технике высокого рельефа двухфигурные группы с поразительным мастерством расположены на поверхности почти квадратных метоп. Перед зрителем проходят самые разнообразные моменты борьбы. То могучий обнаженный юноша с развивающимся за спином плащом сжал шею кентавру, готовясь нанести ему удар. То противники сплелись, вцепившись друг друга в горло, то в дикой ярости пляшет кентавр над безжизненным телом поверженного героя. Общей темой всех метоп была война. Если южный был посвящен кентавру Махии, то западный, например, битвы с амазонками, северный троянской войне, а восточный гиганты Махии. Всего плит было 92, но из них сохранилось только 17. Одним из величайших созданий Фидия считается рельефный фриз Парфенона, который проходит вокруг всего здания. На мраморной ленте длиной 160 метров и высотой чуть более 1 метра изображено торжественное шествие на Акрополь по нафинейской процессии. Фидий перенес на стены храма события реальной жизни Афин. Фриз Парфенона – это своеобразный гимн афинскому народу, созданный его гениальным художником. Рельеф удивляет нестащимой фантазии. На Фризе запечатлены 365 фигур людей и 227 животных. Праздник Великий Панафинея справлялся в Афинах каждый пятый год. Приходился на летний месяц Гектамбион, который, скорее всего, был в день летнего солнцестояния и считался новогодним. В эти дни гасили вечный огонь на Акрополе. Праздник был многодневный, торжественный и пышный. Он требовал присутствия на нем всех афинян. Главный его обряд заключался в принесении на Акрополь нового огня. Брали его в роще, посаженной еще в конце 6 века до нашей эры. Действие принесения огня было ночным. Однако ранним утром с восходом солнца, когда составлялась процессия, куда входили все полноценные граждане, кроме рабов, то начиналось шествие. Во главе шла девушка-жрица с ритуальной корзиной, в которой среди чменя, предназначенного для корма животному жертвы скрывался нож. Далее шли талафоры, это знатные старцы в белых одеждах, с цветущими ветвями в руках. Афинянки несли для богов два торжественных трона без спинок. За ними шествовали жертвенные животные в сопровождении юношей и музыкантов. А далее шли переселенцы бутеки в пурпурных одеждах. Третью часть, можно сказать так, хвост процессии, составляли конные юноши Эфебы в черных плащах. При входе на Акрополь оконы Эфебы спешивались. Дойдя до Форфенона, шествие распадалось на два рукава. И на Фригзе также показано два потока движения, один на западной и северной стороне, другой на южной. На восточном посаде оба потока сливаются. На большом алтаре приносились жертвы, после чего богине дарили новый пеплос. С восходом солнца двери храма растворялись и взором участников открывалось необычайное зрелище. Их встречало во всем великолепие, освещаемое первыми лучами солнца колоссальная статуя Афины Парфенос, девы, работа Фидии, сделанная из золота и слоновой кости. В пятом веке нашей эры статуя Афины увез в Константинополь один из византийских императоров. И там спустя сто лет она погибла в пожаре. Произведения скульптуры и архитектуры, которые мы только что видели, они относятся к золотому веку классической Греции. Но ничего не стоит на месте, все меняется. И мировоззрение, и самочувствие граждан, история приобретает новые повороты. И, конечно же, все это находит свое отражение в искусстве. На смену простой ясности классической Греции приходит понимание многих сторон человеческой жизни. И сейчас, на примере некоторых работ скульпторов IV века до нашей эры, мы это увидим непосредственно. Важнейшее новшество в поздней скульптуре появилось благодаря скопусу. Он разрушил Фидиев нормативный идеал. Образ одного из величайших скульпторов Греции считался неуловимым. Уроженец острова Парос мастера работал для разных греческих городов, много ездил. Его привлекали образы полные могучей энергии и страстного напряжения. Фрагментарно дошедшие работы мастера свидетельствуют о том, что он первым стал изображать пафос, то есть страсть, и изображать так, что пришлось покончить с прежним скульптурным идеалом. Одним из лучших произведений является мраморная статуя Минады или Вакханки, спутницы бога Диониса. Она сохранилась в поврежденной копии римского времени. Замысел статуи необычайно смел. Мастер изобразил Вакханку в состоянии бурного и стремительного танца, во власти стихийного порыва, захватившего её. Скульптор представил её в стильном вращении. Фигура резко изогнута, голова запрокинута, распущенные волосы тяжёлой волной падают на плечи. Хитон, подпоясанный на талии, сбился в сторону и обнажает весь левый бок целиком. Беспокойная игра светотени усиливает ощущение душевной взволнованности. Стремясь к повышенной эмоциональности, Скопос выбирает момент наибольшего накала человеческих чувств. Движение становится выразительным средством передачи внутреннего состояния героя. Мастер добивается впечатления удивительной жизненности и как бы рождающихся на наших глазах глубоких переживаний человеческой натуры. В отличие от Скопоса, его современник Прокситель воспевает радость жизни и чувственную красоту человеческого тела. Он был одним из первых скульпторов, который начал работать с натурщиками. Натурщицей была его возлюбленная Гетера Фрина. В своем позднем творчестве он обрабатывал скульптуры воском, и они нежно и тонко подсвечивались живописцам Ники. Даже есть такой знаменитый анекдот, когда у Проксителя спрашивают, какие бы он скульптуры спас в случае пожара, он сказал, те, которые расписывал Ники. Единственное произведение Проксителя, сохранившееся до наших дней, в оригинале это статуя Гермеса, вестника богов и покровителя путешественников. В этой работе мастер показал гармонию человека и мира, неуловимую нежность их взаимоотношений. Его образы всегда статические, предстают как бы в состоянии расслабленной Ники. Гермес стоит, опираясь на столб левой рукой, так что тело его делает сильный изгиб в бедрах и торс наклонен. Скульптор представил легкого, даже изящного, несмотря на атлетические формы, бога с грациозными движениями. Вероятно, в правой руке Гермес держал виноградную кисть, которой тянулся мальчик. Гермес связан с Дионисом не только физически, но и духовными узами. Ребенок тянется к винограду, а Гермес наблюдает за ним, глядя с нежной заботой. Лица проксителевых богов – это всегда благородные лица из нежных греческих аристократов, светской элиты, такой золотой молодежи. Скульптор устанавливает новые отношения фигур со средой. Тело как будто начинает подвергаться внешним воздействиям и само реагирует на эти импульсы. У проксителя среда предстает знойным полднем, а слепительный жар южного солнца образует вокруг каждого живого существа некое неуловимое марево. Боги проксителя погружено в него в этот тающий плавящий формы свет. Гермес по пути к Нису или к Селену или куда-то еще в эту райскую неведомую страну, где живут воспитатели божественных младенцев, остановился, чтобы отдохнуть в тени. Тень для него зрительно создавала виноградная кисть. И все плавится в этой стоме. Все исполнено жаро и окутано теплыми волнами воздуха. Особую красоту придают Гермесу прическа, трактованная легкими кудрявыми прядями. В них неровно дробится солнечный свет, создающий рельеф, оттеняющий белизну тела и лица с тающим взглядом. Проксителю удалось показать действие Бога на окружающий мир, истечение из тела божественной энергии, ее способность превращать свет в жизнь и любовь. Период классической Греции завершается в IV веке и, начиная с 334, по 30-е годы до нашей эры наступает так называемый эллинистический период. Это один из последних этапов развития древнегреческого общества, который проходит и непосредственно связан с завоеваниями Александра Македонского. В течение 10 лет он захватил огромные территории от берегов Малой Азии до границ Индии. Такой державы древний мир еще не знал. Вообще, конечно, об Александре Македонском можно говорить долго и с любовью. Уникальная личность, гениальный военачальник, один из величайших полководцев в истории, а еще даже при жизни был обожествлен. Однако после смерти Александра его держав распалась на монархии, соперничество и беспрерывные войны, между которыми проходят через всю историю эллинизма. В сознании людей этой эпохи жизнь представлялась бурной и полной опасностью войн и внушала мысль о невозможности противостоять ударам судьбы, порождая трагическое мироощущение. Эти чувства и настроения сказываются в новом понимании красоты, во многом отличном от эстетического идеала греческой эпохи. Лучшие произведения ленистических скульпторов с большей полнотой и художественной убедительностью отражают самые волнующие проблемы эпохи. В противоположность спокойной волевой целеустремленности классического искусства их образы несут в себе огромное эмоциональное напряжение и страстную патетику. Этими чертами отмечена замечательная статуя богини Победы Ники, которую воздвигли на маленьком острове Самофрака около 190 года до нашей эры жители Родоса в память о Победе, одержанной ими над флотом сирийского царя. Фигура богини стояла на высокой ответственной скале над морем, и ее пьедестал изображал нос боевого корабля. Могучая и величавая Ника в развивающейся от ветра одежды представлена в неудержимом движении вперед. Сквозь тонкий прозрачный хитон просвечивает ее прекрасная фигура, которая поражает зрителя великолепной пластикой упругого и сильного тела. Уверенный шаг богини и гордый взмах крыльев рождают чувство радостной и торжествующей победы. Порой мастера эллинисма обращали свои взоры в прошлое, к возвышенным образом греческой классики. Под их влиянием появляются такие замечательные произведения искусства, как статуя богини Афродиты, найденная в XIX веке на небольшом острове Мелос. Полуобнаженная фигура богини высечена из паровского мрамора, ее руки были утрачены при транспортировке во Францию еще в XIX веке. Некоторые ученые предполагают, что в одной руке богиня держала яблоко, символ острова Мелос, а другой придерживала ниспадающую одежду. Фигура богини с разных точек зрения кажется то гибкой и подвижной, то полной сдержанного покоя. Скульптор достиг удивительной тонкости в обработке материала. По поверхности мрамора легко и трепетно скользят цветовые блики и прозрачные тени, создавая ощущение живого и прекрасного человеческого тела. Облик богини привлекает здоровой и целомудренной красотой. Лицо Афродиты с правильными чертами пленяет ясным спокойствием и поэтическим одухотворением. Последний значительный памятник греческого искусства – это скульптурная группа, изображающая гибель троянского жреца Лаакона и его сыновей. Согласно мифам, после безуспешной осады города греки оставили под троей колоссального деревянного коня. Лаакон предупреждал об опасности, и Афина, покровительница греков, покарала его за это. Из пучины моря выползли две огромные змеи и задушили Лаакона и его детей. С виртузным мастерством показывают скульптору эту страшную сцену. Младший сын Лаакона уже задохнулся в тисках змеи, старший напрасно умоляет отца прийти на помощь. Сам Лаакон борется с чудовищами, его тело напряженно изогнуто, голова запрокинута в нестерпимой муке, из полуоткрытого рта, кажется, слышен крик отчаяния, а в глубоко запавших глазах выражение мучительной боли. С огромной силой раскрывают родовские мастера физическое и моральное страдание героя. Подчеркнутый интерес скульпторов к остроэмоциональному, драматическому по своему звучанию сюжету, это несомненное свидетельство того влияния, которое оказали на духовную жизнь греческого мира политические события, сопровождавшие гибель и упадок эллинистических государств. Мы с вами увидели многие произведения, одни из самых значимых времени классической Греции, а также некоторые произведения эллинистического периода. Они стали основой, таким идеалом, к которому стремились все последующие поколения мастеров разных эпох и стран. Любопытным является то, что период искусства Древней Греции охватывает всего 5-6 веков. От него сохранилось крайне мало. Все храмы представляют собой руины, скульптуры, по большей части это всего лишь римские копий. Живопись исчезла навсегда. И тем не менее гений искусства людей Древней Греции был настолько уникален вообще в истории развития человечества и настолько грандиозен, что до сих пор мы являемся наследниками средиземноморской цивилизации. Во II-I веках до н.э. страны Древней Греции завоевывает Рим. И вместе с этим начинается не только переход к новой эпохе в мировой истории, но и новый период искусства, искусства Древнего Рима. Но это тема для другого разговора. А на этом я с вами прощаюсь и благодарю за внимание.